Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередная покупочка потерянного коня. Сегодня мы будем покупать Клейда, потому что я снова устроила опрос у себя в группе по ССО. Там оставались Клейд и два пони, Юрвинский и Чинкотек. И в этом голосовании, как вы видите, поподил Клейд по имени Апаловый Закат. Так что сегодня мы с клубом снова собрались вместе, все кто смог и все кто захотел. И эти ребята... Боже, опять кто-то проскочил мимо. И эти ребята будут сегодня принимать участие в покупочке Клейда. Кстати, Клейд вот четко как у Беллы Вилфлелл, поэтому давайте я вас представлю. Сегодня у нас в этом видео участвуют Юна, Туатхан, Боже, какие сложные фамилии, Люция Вайсфэзер, значит, я, Дарья Рейвенлайт, Агата Айслайт, Елизавета Валканапаф и Белла Вилфвелл. Сегодня эти девочки поддерживают меня. И, кстати, самое смешное, что по одной стороне всего этого нашего строя стоит Клейд, который мы будем брать сегодня. И по другую сторону стоит Клейд, которого я потом тоже буду брать, девочки, как вы догадались. Я прям... Вы специально так сделали. Я... Вы очень круто смотритесь. Так что давайте поедем и купим его. Клейд, который я не знаю, что я не знаю. Если честно, я специально решила записывать начало этого видео недалеко от места покупки, чтобы мне пришлось долго ехать. Итак, мы на месте. Вот тот самый Клейд, который я когда-то купила, потом безжалостно продала, и сегодня мы будем покупать его вновь. Так, значит, имя надо вспомнить, посмотреть. Опаловый закат. Порода Клейда сдали. Сила 4, дисциплина 2, выносливость 1, скорость и гибкость по нулям. Переносит холод. Ох, полного противоречия порода. Это очень длинная история. Ничего себе, они достигают 180 сантиметров в холке. Гигантские лошади. Я, кстати, думаю потом, может быть, что, Воронова Клейда купить. Но посмотрим. Посмотрим. Я не знаю, зачем мне столько одинаковых пород. Хотя у меня уже дофига лепицианов, лузитанов. И вообще. Так, ну что, давайте будем искать то самое имя. Вот, вот то самое имя. У меня был мальчик по имени Опаловый закат. Хотя, кстати, ассоциацию у него я сделала с конем Беллы из Красавицы Чудовища Филиппом. Так что для меня это будет, наверное, тоже Филипп. Ой, из-за которого мне в очередной раз стыдно. Я не знаю, мне прям так грусть накатывает, когда я покупаю проданных лошадей. Мне прям стыдно, стыдно, стыдно. Прости меня, мой хороший. Да, и тут снова две уточки. Самые главные уточки в нашем клубе. Если что, ребят, я не обзываю. Они в курсе, что я имею в виду. А потому что эти две особа обычно вот так вот вместе ходят и крякают. Отчего всем смешно и весело. Итак, давайте же начнем купить. Это очередная покупка без списка. А скорее со слезами счастья. Потому что еще одна очередная лошадка вернулась в конюшню к себе домой. Итак, у нас осталось всего лишь две поняшки, которые нужно будет купить. А, ну да, об этом чуть позже. Сейчас же мы едем в конюшню и меняем коня. Да, девочки, конечно, очень сильно за меня радуются. Потому что они тоже за меня очень сильно переживают. Ну и что, вот я так вообще их продала бессовестно, что я там покупаю их вновь. А, спасибо большое. А, спасибо, спасибо. В конюшню теперь. Сейчас мы... Ай, чат. ССО, за что? Вот как общаться в Старстейбл, когда чат вообще блокирует абсолютно все? Вот мы и вернулись в родную конюшню, где стоят лошадки, которые ждут очереди на свою прокачку. Но, к сожалению, пока что ждать приходится им достаточно долго. Потому что я то качаю высокоуровневых, то качаю низкоуровневых. Поэтому некоторые лошади уже стоят довольно-таки долго. И ждут в своей очереди. Так, где подкова? Вот твоя подкова. Все. Мраморный... Мам... Заговариваюсь не могу. Мраморный рыцарь, ты отправляешься к тебе в Даник. И мы идем в самый дальний конец моей конюшни. Нет, надо вот сделать вот так вот. Да, да, идеально. Мы отправляемся в самый далекий конец моей конюшни. И встречаем здесь того самого Клейда. И он снова здесь как будто и не уходил с тем же именем. И... Я так сейчас его, если честно, его видеть. Я так его раньше не любила. Потому что я изначально хотела совсем другого Клейда. Но купила этого, потому что не дождалась. Потом вышел тот, которого я хотела. И я очень сильно расстроилась. Но сейчас я... Боже, что с ССО происходит? Но сейчас я так рада, что опаловый закат снова здесь. Снова со мной. Снова с нами. Так. Дорогой мой дружочек. У меня на тебя большие планы. Опаловый закат я хочу с вами поделиться. Я буду качать сейчас без передышки. То есть сегодня у меня еще остались после прокачки мраморного рыцаря скачки. Поэтому... О, боже, что происходит? Поэтому я буду качать заката без отдыха. Потому что поделюсь своими планами. В следующую среду выходит обновление. Там добавляют двух магических лошадок. И у меня есть желание их купить. Но не оставлять на потом. А тоже заняться ими. И в течение, получается, 7 дней. То бишь целой недели. И качать их тоже без передыха подряд. Сейчас у меня сегодня суббота. Суббота, насколько я помню. Да, суббота. И у меня есть как раз время до обновления. Прокращать опаловый закат до 15 уровня. Чтобы потом с чистой совестью купить двух магиков. И качать этих двух магиков подряд. Таким образом у меня эти лошади без внимания не останутся. Боже, какой ты классный. Вот сейчас я понимаю. Как только я осознала, что сделала большую ошибку, продав Клейда. Мне сразу начало не хватать больших лошадей. Да, у меня, конечно, есть ирландский коп. Но мне прям так хотелось вот это вот. Так что, опаловый закат или Филипп, добро пожаловать домой. С возвращением тебя. Так, надо... Ай, нормальную фоточку сделать. Но меня ждут друзья на улице. Так что надо им их оповестить, что я уже выхожу. А, как же это прекрасно. Вот я вышла. И тут вся моя компашка, вся моя орава меня уже ждет. Какое счастье. О, спасибо вам большое. Спасибо. Да, опять меня на самом деле очень сильно переполнили эту эмоцию. Я так улыбаюсь, что у меня уже скулы болят. И снова плакать, потому что слезы счастья. Потому что это прекрасно. Очень божественный Клейд. Единственное, кстати, я не помню прически на Клейда. Поэтому я думаю пригласить моих друзьяшек, моих соклубовцев. Семейку мою. Так. Посмотрим прически. Так что поедем смотреть прически. Я не уверена, конечно, что я что-то другое выберу. Но, может быть, что-то и куплю. Но явно не шишечки. Может быть, гриву подлиннее, вот как у Беллы. Но посмотрим уже непосредственно, когда доедем в Фергове. Касательно магиков, которых я хочу купить в следующем обновлении. Я к ним испытываю очень странные чувства. Они вроде как мне нравятся. Но я не понимаю, хочу я их на самом деле или нет. Но мое желание иметь редких лошадок у себя в стойлах, в дыльниках, в принципе, в конюшне. Очень сильно меня переполняет. Поэтому я хочу их, наверное, себе. Поэтому их куплю. Также там еще питомцы будут. И прокачать их сразу, чтобы потом они у меня целых полгода или год не стояли первыми уровнями. Потому что у меня в целях качать всех моих лошадей до 15 уровня. Спросите, зачем, я скажу, не знаю. Но одновременно есть ответ на этот вопрос. Потому что когда я резко захочу покататься на какой-нибудь лошадке, приехать на ней на тренировку. И мне хочется обычно ехать впервые всех на тренировки. А выяснится, что она не прокачена. И у меня этого физически не получится. По сравнению с той же началкой какого-нибудь моего соклубника, которого будет 15 уровня. Я буду отставать. Поэтому у меня и появилось жуткое желание качать всех лошадей. Чтобы они были быстренькие, проворненькие. Я думаю, как только я докачаю их всех до 15, я стану снова покупать уход в конюшне. Потому что сейчас я кормлю лошадей только тех, которые качаю. А все остальные тусуются на пастбище. Поэтому я их там не кормлю. Ой, как у меня все лагает, ребята. А, ты. А, просто... Клайди такие большие, такие классные. И вон еще там девочка на Клайде шоколадников. Ой. Я бы, кстати, может быть, и вправду куплю потом вороного Клайда. Но, может быть, и нет. Потому что мне вот теперь интересно стало, как выглядят шайры. Так, давайте посмотрим. Вот это мне точно не интересно. Потому что мне не нравится, что постоянно придется ездить с вот этими вот ленточками. Коротким хвостиком. Поэтому, кстати, какой хвостик мне больше нравится? Дай мне хвостик. Хвостик дай. Но не, мне явно нравится больше распущенный хвост. Но он все равно сейчас будет меняться в зависимости от грибы. Так. Ну не, это не серьезно. Нет. А я не помню, кстати, с какой у меня Грибы катался. По-моему, со своей родной, что ли. Уйди, прям такой Филиппушка. Давайте мы Филиппушке оставим. Купим вот такую вот причесочку. Все. Филиппушка у нас готов. Теперь при полном параде. Знакомьтесь. Так. Чат лагает. Филипп. Филя. Или Филя. Будем знать тебя. Ох, вот это слово. Ой, ну невозможно. В общем, дорогие друзья, соклубники, те, кто участвовали в видео или просто проходящие мимо люди. А, брат. Да-да, вы именно брат, кстати. А, кстати, как зовут Белла, у тебя коня? А у тебя зовут Огненное желание. Опаловый закат и Огненное желание. Шикарная компашка. Ой, так что спасибо вам, девчонки, за участие. Теперь Филипп или Филиппушка участвует, находится непосредственно у меня в конюшне. Он снова дома и больше никуда отсюда не денется. В будущем у него уже точно появится вот этот вот братик или сестричка, если честно, пока не знаю. Но в будущем точно будет. Так что давайте сделаем фотографию. Какие мы все красивые. Тут больше треклайда. Вообще компашка собралась большая. Надеюсь, я вообще никого не заставляла. Я очень рада, что девчонки сами приходят. Я их лишь приглашаю, делаю предложение поучаствовать в видео. А они только бы рады. В общем, спасибо за просмотр, что поучаствовали в этом видео, что посмотрели это видео. До сих пор, повторяю, не продавайте своих лошадей, потому что это воспоминание, и вы потом об этом наверняка пожалеете. А уж тем более никогда не продавайте магиков, потому что мало ли что со старыми магиками будет в будущем. Так что с вами была я, Даналия, мой новый конь, опаловый закат, также мой англичанин, мраморный рыцарь. И в этом видео участвовали Агата Айслайт, Люция Вайсфейзер, Елизавета Волканопафа, Елизабет Монстрлов, Белла Волфвелл и Юна Тодд Ханд. Боже, как сложно твоя фамилия Юна. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!